Добрый день! Сегодня 17 сентября 2022 года. Я давно обещала вам поговорить о политической ситуации. Я знаю, что многие стараются этой темы избегать, поэтому простите, но это не для вас. Я записала другой ролик, который для вас, а этот давайте поговорим тем, кто считает так же, как одна из моих подписчиц. Она написала свой ник «Мама», видимо, для того, чтобы её не узнали. Вы правы, Галина. Война идёт против России. Воюет США и НАТО на территории Украины и украинцами. Вот так вот интересно. Почему вы решили, что я думаю, что война идёт против России? Почему вы решили, что я права? Я так не считаю. Я считаю, в отличие от вас и в отличие от... Даже не хочется его имя называть. Назову просто автор передачи «Бесогон», потому как то имя, которое мне хотелось бы произнести, с ним связано много приятных моментов. Так вот сегодня он в очередной раз выступил. Я не смотрела, но услышала. Не хочу смотреть и не хочу ещё раз разочаровываться. Он тоже объясняет, что войну развязала США, потому что им это интересно, потому что им надо развивать военный потенциал и делать государственные заказы. Я понимаю, что он пропагандист, и ему надо выкручивать из любой ситуации так, чтобы она казалась лучше для вас. Но, видимо, даже он не догадывается, что говоря о том, что эта война интересна США, он показывает, что ваш президент является агентом Соединённых Штатов Америки, потому что он делает всё для того, чтобы выполнить их интересы. Вы про это не подумали? Не надо говорить о том, что Европа или США были заинтересованы в развязывании этой войны. Давайте вспомним, что Европа и США много-много раз говорили с Путиным, чтобы он её не начинал, и предупреждали Украину, что война может начаться вот в такую дату, вот в такую дату, или вот в такую дату. Я думаю, что многие из вас просто не говорили, что когда эта война была развязана, то президент Соединённых Штатов, который воюет против России, эту войну развязал, он месяца два, каждое своё выступление начинал со слов. Для нас главное – не допустить эскалации с Россией. Я вам обещаю, что ни один американский солдат не вступит на территорию России, не будет участвовать в этой войне. Ему надо было приехать в Бучу и лично увидеть, что там произошло, и назвать Путина мясником. До этого мясником назвали Милошевича. Кстати, я вот сделала закладку так, что вот мама дает этот вопрос сюда, я считаю, я так не считаю. И у нас есть шикарная девочка, которая пишет о жизни в Европе и США. Она говорит, что все вторжения США были согласованы с ООН и одобрены, в том числе и России. Я хочу сказать, что не все. Бомбардировки Югославии не были одобрены. Я хочу про это отдельно поговорить. Всё никак время не выкрою, но очень хочу поговорить, потому что вот Югославия очень чётко показывает то, что тогда США очень долго ждали. Если вы помните так же, как я или лучше меня, то, что там резня шла 9 лет до того, как США сказала, нет, мы это прекращаем. И триггером вот этого, нет, мы это прекращаем, было уничтожение 12 тысяч половозрелых мужчин. Их собрали на стадионе, если вы помните. Я не помню название стадиона. Это причина, почему я всё откладываю. Мне надо посмотреть даты, посмотреть название. Они выпускали женщин, детей и стариков, а мужчин 12 тысяч расстреляли на стадионе. И тогда США не стало ждать одобрения ООН. Я про то, про это поговорю, а сейчас хочу сказать, что, наверное, когда мы будем смотреть на вот эту войну, развязанную оголделым диктатором российским, просто за территории, кстати, хочу сказать, что США территории никаких не захватывает. Наверное, лет 7 или 8 назад, точно, да, тоже, тоже не помню, но Женя ещё был жив, и это было за много до этого. Порто-Рико провели референдум за присоединение к США. Вот их до сих пор не присоединили. Потому что новые территории сегодня, это не те богатства, которые вы можете оттуда унести, хотя вот россияне нашли, что с Украины унести. А это большая ответственность и большие затраты. В своё время Россия присоединила Крым. Крым и Крым нашисты, настоящие фашисты, я считаю, они радовались тому. По основному радовались те, кто никогда не был до этого в Крыму. И после захвата этого Крыма тоже никогда туда не съездили. Но шибко тому радовались. Уже у нас новая территория. И во что это обернулось? Даже при том, что Крым не был разрушен. В него столько вливали денег для того, чтобы население сказал, ах, не зря нас присоединили, нам теперь получше. А делалось это получше за счёт другого населения, которое проживало на территории России. И вам тогда сказали, денег нет, но вы держитесь. Как может не быть денег в государстве, которое продаёт нефть и газ по всему миру? И больше ничего не производит. Продаёт нефть и газ по всему миру. Как может не быть денег? Потому что развивать военный комплекс надо было в России. И деньги туда тратились, вернее, разворовывались, как показала эта война. То есть Россия заявляла, что у неё вторая армия в мире. И когда вы говорите, что с Россией не считались, нас ни во что не ставили, то я хочу сказать, что ребята, ставили, ставили. И даже боялись, потому что верили, что это вторая армия в мире. И надо бы её опасаться, тем более, что там есть ядерное оружие. Вот эта война с маленькой Украиной показала, что и армии тоже нет, что и в армии тоже всё разворовано. Вы, видимо, не знали о том, что начав войну в феврале и думая, что Украина – это тепло, многие российские солдаты просто замёрзли в своих танках. Потому что включить танк, чтобы обогреться от мотора, было нельзя, потому что тепловизоры их находили, и это явная смерть. Костёр на улице развести нельзя, потому что тоже найдут, и это явная смерть. А одежды приличной нет. И зачастую даже приличного сидения нет. Ведь те танки, которые нашли, которые ровесники мои, старшие, на них сидели, на табуреточках. Ребята, у нас в России кормят миллионную армию. Миллион триста пятьдесят тысяч. Лэри проверял, потому что я сказала, у нас миллион, ну да ну да не может быть. Есть этот миллион. В Украину послали, ну, сто тысяч будем считать, из которых семьдесят вы были. Причём, насколько я понимаю, это настоящие военные туда были посланы. Потому что те, которые сейчас бегут из-под Харькова, это вот те новобранцы, которые за деньги пошли воевать, выбрав стать пушечным мясом. А сейчас уже говорят о том, что надо бы мобилизацию провести. Вот я на свою семью смотрю. Мобилизацию, кстати, до шестидесяти пяти вас могут мобилизовать. Чего мы там боимся? А, Крым-то наш, и эти территории наши. Ну ладно, давайте пока про мою семью. Про мою семью, вот кого у нас могут мобилизовать. Моего сына, которому 42 года будет в ноябре, и который службу нёс в городе Саров. Саров – это ядерный центр России. Мы его туда по знакомству управляли, потому что на тот момент тоже Россия вела войну, по-моему, в Чечне. Надо по датам посмотреть, первая или вторая чеченская война. Мы же его не начинаем. Целых 10 лет вторая война длилась, если вы помните. Первую мы проиграли. То есть он умеет говорить с той, кто идёт, и он умеет очень хорошо проверять документы, потому что на КПП тоже он службу нёс. А туда проезжали граждане, а туда проезжали жильцы этого города. То есть если его призовут, это пушечное мясо. Он не знает, как стрелять из-за укрытия, где прятаться, как выбирать себе место, куда бежать, как ориентироваться по тени и прочему. И мы этому не научили. Научили заряжать. Мы этому ещё в школе научились. Автомат Калашникова разбирать. И всё, и документы проверять, и в посту стоять, с той, кто идёт. Следующая возрастная категория в моей семье – это мой брат. Он служил тоже почти так же, как мой сын. Свердловск, не то 14, не то 14, что-то такое. Это ядерные отходы России. Он угробил там здоровье. Потому что мальчишки не понимали, что в озеро тоже там навалили, будь здоров. И они в этом озере и купались, и рыбочку эту ловили. Здоровье угроблено. А в качестве рядового запаса он тоже умеет говорить с той, кто идёт. И даже документы проверять его не научили, потому что он на КПП не стоял. Он тоже не умеет стрелять, он не умеет прятаться, он не умеет выбирать позицию. Это тоже пушечное мясо. И ещё старшее поколение – это мой кузен, маминого брата-сын. Он на три года меня старше, ему 60. Его тоже могут призвать. Он у нас служил в Москве. Его научили там хорошо маршировать и держать ружьё. Ну вот призовут их в армию. А чего мы воюем-то? Кто-то себе вопрос задал. То есть то, что вам когда-то говорили, ой, пойдём народ освобождать русскоговорящий, им там запрещают по-русски говорить. Послушайте тех украинцев, которым 30 лет. И все эти 30 лет эта страна была свободна, и они могли не учить русский язык. Они по-русски говорят. Ну, лучше, чем мой кузен, и лучше, чем мой брат. Не лучше, чем мой сын. У моего сына очень хорошо подвешен язык, и он по-русски говорит хорошо, но он по-украински не говорит. И даже по-английски уже теперь не говорит. Он только по-русски. А украинцы практически все, особенно восточная Украина, они все распрекрасненько говорят по-русски. Ещё вам говорили, что надо защитить вот население русскоговорящее в этих областях двух. Ребята, тот народ, который не сбежал из этих областей, их всех загребли воевать с Украиной. То есть просто люди выходили за хлебом или за водой и забирали в армию, отправляли воевать. То есть вроде так как пришли защитить, а на самом деле их просто отстреляли, потому что это тоже люди, которые не готовы. Вы можете найти те ролики, где женщины выходят и протестуют, чтобы их мужей не забирали. То есть ваше принудительное освобождение обернулось смертью для населения этих двух республик. По поводу самой лучшей армии ещё два момента хочу сказать. Вот когда Чернобыльскую АЭС решили захватить, русские солдаты туда не пошли, послали чеченцев. Видимо, тех, которые без образования с гор спустились, и они не знали, что такое Чернобыль и что по нему стрелять не надо было. Но когда вывели эти войска оттуда, то в стенах этой электростанции нашли неразорвавшиеся снаряды. Как так? Почему? По ним стреляли, они неразорвали, что произошло? Да они старые. Они мои ровесники, те снаряды тоже. То есть всё настолько разворовано, всё настолько разворовано, что люди, которые имеют какое отношение к ядерному оружию, которым мы без конца всему миру грозим, они решили слить информацию, ГУЛАГу нет, вот этой организации, о том, что те ядерные боеголовки, которые стоят и которые должны поразить мир и угробить его, они должны были, согласно графику, вывозиться, проверяться и при необходимости утилизироваться или ремонтироваться. А их просто красили. И вылетят они оттуда или не вылетят, это большой вопрос. И куда они долетят, это тоже большой вопрос. И наша великая армия захлебнулась на маленькой Украине, у которых население в 4 раза меньше, чем в России, и у которых армия в 4 раза меньше, чем в России, у которой экономические возможности несоизмеримо меньше, чем в России, она, будучи хорошим защитником своего Отечества, получила любовь всего мира. Им стали помогать. И 16 хаймарсов, которые отправила США не с первого дня войны, а после того, как Байдену показали картину разрушений, а перед этим ему объяснили, мы ответственны за Украину, потому что мы сделали все для того, чтобы Советский Союз не развалился, а когда он все-таки развалился, мы сделали все для того, чтобы Казахстан, Белоруссия и Украина передали свои ядерные боеголовки Советскому Союзу, а Советский Союз, Россия, пардон, выступила бы гарантом их безопасности. И когда Байден вслед за Путиным повторял, что нет, пусть Украина выполняет Минские соглашения, мы сказали, что вы повторяете все за Путиным. Мы ответственны за безопасность Украины, потому что мы заставили их отдать это ядерное оружие. Если бы у них оно сейчас было, глядишь, Россия бы на них и не напала. Так вот, 16 хаймерсов после этого были переданы в Украину, и российская армия сразу же остановилась. Но вот тот самый Трамп, при котором Путин побоялся развязывать войну, потому что Трамп, как и Путин, не боялся выглядеть ненормальным, с которым связываться не надо. Он даже в этой войне смог поучаствовать, несмотря на то, что он уже бывший и очень гонимый президент. В 2018 году было списано оружие, которое считалось уже устаревшим. Он сказал, не утилизируйте пока, пусть оно пока побудет. А теперь про него вспомнили, сказали, ну что ж, мы будем тратить деньги на утилизацию, давайте пошлем в Украину. И Украина пошла в наступление. Ребята, вот это списанное оружие. А сейчас Украина попросила оружие достаточное, новое, и самолет, с тем, чтобы освободить Херсон. И, кажется, не отказали. Огромнейшую помощь помогают, в первую очередь, с первых дней, Великобритания, не США, Великобритания, Польша, Балтийские страны. Потому что ваш сошедший с ума президент, пешизное окравенство, диктатор, военная хунта, решил самой большой территории в мире страны, ему мало. Несмотря на то, что освоено всего 12% в этой территории, надо еще. Буду объединителем России. И постоянно делает заявление типа, а нам нужен сухопутный пароход, поэтому мы захватываем Молдову. А потом он вспоминает, ой, а королевство польское и княжество финляндское, они тоже были в составе России. Ой, а царь Петр Великий, он же еще из Швеции воевал. Ой, дай-ка мы тоже туда посмотрим, не наша ли эта территория. Мне так кажется, что там сделано все для того, чтобы мир объединился против России. И он объединился. Он объединился. Причем я думаю, что, извините за сумбур, но вот столько, много всего хочется сказать, и хочется сделать это кратко. Я думаю, что очень вовремя умер и Горбачев, потому что именно Горбачев и Шеварнацы, миротворец, сделали все для того, чтобы на Россию посмотрели по-другому, на Советский Союз. И сказали, боже, так они нормальные, с ним можно дружить. И тогда началось настоящее разоружение. До Горбачева было 400 тысяч военных НАТО, а после Горбачева осталось всего 4. И этих всего 4 тысячи войска быстрого реагирования, вот это вот количество там и оставалось до Крыма. После Крыма стало 30, а сейчас уже 100. А будет очень скоро 300, потому что вот эта империя зла, вот так зовут наше государство, империя зла, очень активизировалась. И заявление о том, что мы не допустим роста НАТО, вот в это оно и вылилось. У нас обрабатывают травку с тем, чтобы у нас никакие комарики меня не кусали. А я позволю себе, наверное, просто на этом остановиться. Ребята, кто хочет узнать правду, он может найти. А если что-то заблокировано, то я думаю, ни для кого не секрет, что есть VPN, где вы можете выбрать любую страну и найти информацию, даже на русском языке. Телеканал «Дождь» возобновил свои новостные программы из Прибалтики. Прибалтика очень хорошо помогает. Они были под россияни, туда больше не хотят. Я выпустила ролик, в котором я призывала своих зрителей обратиться ко всем своим правительствам с тем, чтобы беженцев возможными, которым тот же Путин угрожает Европе, то есть мало того, что вы 6 миллионов украинцев приняли, вот еще из беднейших стран побегут, потому что я тут вот кризис очередной вызвал. Я призвала к тому, чтобы перенаправить этих беженцев в Россию. И многие возмутили, что ты там разжигаешь национальную Россию. Я ее не разжигаю. Я делаю это для блага россиян, потому что если беженцев там разместят, то будут созданы комиссии для того, чтобы для них были созданы нормальные человеческие условия по европейским стандартам. И тогда те люди, которые до сих пор на территории России живут без газа и топят свои дома дровами и углем, и 30 миллионов российских семей, которые до сих пор имеют туалет во дворе, наконец-то увидят. А че ж мы-то так живем, если беженцы из Африки имеют вот такие условия, даже на нашей территории. В России есть деньги для того, чтобы российский народ жил очень богато. И тогда другие страны, которые отвалились, возможно бы захотели вновь туда прийти. А сейчас бегут со страшной силой. И по поводу того, что все против нас. Ребята, я хочу вам сказать, что совсем недавно прошла встреча двух лидеров. Казахстанского и, по-моему, не то армянского, не то грузинского, простите, забыла. С Кавказа представитель. И они не стали между собой говорить на русском языке. Они могли обойтись без переводчика. Но сейчас даже те, кто знают русский в совершенстве, на нем говорить не хотят. Вот так мы выросли в этом мире. То есть над Россией теперь смеются. Теперь смеются над Путиным и над Россией. Вот этого мы добились этой войной. Ребята, никому не нужна война ни в Европе, ни в США. Но я так понимаю, что раз 300 тысяч туда заведут войск, то это явный сигнал к тому, что в случае чего мы готовы. А с вами была Галина Смис. Я считаю, что я патриот России, потому что я выступаю за скорейшее окончание этой войны. А если вы считаете, что та злоба, которая была в вас возбуждена против мифических фашистов, она в вас переросла, теперь в злобу против всей нации, подумайте, пожалуйста, вы готовы к тому, чтобы не стало России? Или, может быть, вы все-таки обратитесь к миллионам матерей, которые защитят своих детей от превращения их в пушечное мясо, и скажете, нет войне. Если выйдут пять человек, то все пойдут в тюрьму. А если миллионы, то никто с вами не справится. А с вами была Галина Смис, которая выступает против этой войны, вот так, как я это могу сделать. Мир, мир, нет войне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok